Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите кулинарную пропаганду. Все любят котлеты. Все умеют делать котлеты. А вариантов величайшее множество. Я готовлю крайне редко, потому что в семье у нас их любят очень сильно и даже пара килограммов улетает бесследно совершенно за час-два максимум. Но сегодня я хочу таки заморочиться. Причем готовить буду их разновидность, которую в Украине называют гречанки. То есть котлеты из фарша, в которые просто добавлена гречневая крупа. Это очень вкусно. А если их еще и томить в соусе после обжаривания, то просто умопомрачительно вкусно. Приступим. Гречку я отварил еще вчера, она у меня в холодильнике хранилась. Фарш, смесь говядины, нежирной свинины и свиного сала. Я займусь нарезкой лука. Его понадобится много. Он и для соуса нужен, и для фарша. Причем важный момент. Конечно же фарш можно отправлять только сырой лук, но гораздо вкуснее, если часть лука предварительно подрумянить. Это придаст дополнительную яркость гречаникам. Кроме того, для соуса нужна будет еще и морковь. Ее тоже надо обжарить. В фарш отправляется сырой лук, чеснок, гречка, яйцо, соль, перец, петрушка сухая. И обжаренный лук. Вот так достаточно. Остальное вместе с морковью дожарю. А фарш надо тщательно замесить, до равномерного распределения всего. Можно формовать гречаники. Лучше это делать мокрыми руками. Для быстроты я сначала их леплю, а когда уже все слепил, тогда уже панирую в муке. Лук с морковью уже в отличном состоянии. Надо добавить муки, перемешать и можно сюда отправлять протертые консервированные томаты. Сейчас на сильном огне при помешивании обжариваю немного, чтобы вкус сырых томатов ушел. Важный момент. Все томаты разные. Какие-то более кислые, какие-то более сладкие. Посолить надо. Пробуйте соус. Если очень кислый, и сладость лука и моркови с кислотой не справилась, добавьте сахара. И теперь окончательная доводка. Сметана, горчица и перец. И перемешать. Отлично. Соус готов. Таймить котлеты буду в чугунном казане. Но сначала их надо подрумянить. До готовности не довожу, конечно. Можно было, конечно, их и под грилем в духовке минут 20 подержать, но по сегодняшней жаре лишний раз духовку включать не хочется. Несколько минут на одной стороне, несколько на другой и в соус томится. Минут 20-25 в соусе и гречаники готовы. Я пока картофель-пюре приготовлю. За кадром, конечно, чтобы ваше время не тратить. Минут 20-25 в соусе. Продолжение следует. Минут 20-25 в соусе. Очень сочные котлеты, очень классные, вкус гречки и обалденнейший соус. Прекрасно. Ну и пюрешка классического сочетания. Простое, но очень классное, очень вкусное блюдо. Единственный недостаток, что сколько бы вы ни изготовили, съедите моментально. Поэтому нужно, наверное, обзавестись цепью и мощным замком на кухне, чтобы цепью обматывать холодильник и вешать замок мощный. Может, это вам поможет. Огромное спасибо за компанию, за лайки, за дизлайки, за репосты. Всем пока.